ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама! Мам! Мам, очнись! Мам! На помощь! Стойте! 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 Как было сказано выше, маятники могут получать энергию как от своих приверженцев, так и от противников. Но потеря энергии – это еще полбеды. Если маятник в достаточной степени деструктивен, ущерб наносится благополучию и судьбе человека. Каждый человек время от времени сталкивается с негативной информацией или нежелательными событиями. Все это провокации маятников. Человек не хочет, чтобы это было в его жизни, но реагирует всегда по одному из двух вариантов. Если информация его не очень задевает, он пропускает ее мимо ушей и быстро забывает. Если же провокационная информация раздражает или пугает, то есть западает в душу, тогда происходит захват мысленной энергии в петлю маятника, и человек настраивается на резонансную частоту. Далее события развиваются по известному вам сценарию. Человек злится, негодует, беспокоится, боится, бурно выражает недовольство. В общем, активно излучают энергию на частоте деструктивного маятника. Эта энергия поступает не только к маятнику. Параметры мысленной энергии таковы, что человек переносится на линии жизни, где то, чего он хочет избежать, находится в избытке. Как вы помните, если излучение мысленной энергии человека фиксируется на определенной частоте, он переносится на соответствующие линии жизни. Деструктивная роль маятника здесь заключается в фиксировании частоты с помощью петли захвата. Допустим, вы пропускаете информацию о катастрофах и стихийных бедствиях мимо ушей. Ведь если вас это не затрагивает, зачем лишние расстройства? В таком случае, как правило, где-то происходит катастрофа, но лично вы находитесь на линии жизни, где являетесь не жертвой, а наблюдателем. Та линия, где вы жертва, осталась в стороне. И наоборот, если вы впускаете в себя информацию о катастрофах и несчастьях, охаете и обсуждаете это со знакомыми, то вполне возможно, что скоро переместитесь на линию, где сами будете жертвой. Выходит, чем сильнее ваше желание избежать чего-либо, тем больше вероятность это получить. Активно бороться с тем, чего вы не хотите, значит прилагать все усилия для того, чтобы это было в вашей жизни. Для перемещения на нежелательные линии жизни даже не обязательно предпринимать какие-либо действия. Вполне достаточно негативных мыслей, сдобренных эмоциями. Вы не хотите плохой погоды и думаете о том, как не любите дождь? Досаждают шумные соседи и вы постоянно с ними ругаетесь или тихо их ненавидите. Чего-то боитесь и это вас очень беспокоит. Надоела нынешняя работа и вы смакуете свою неприязнь к ней. Вас повсюду преследует то, чего вы активно не хотите, то есть боитесь, ненавидите, презираете. С другой стороны, есть много такого, чего бы тоже хотелось избежать, но это вас в данный момент не очень-то волнует. В таком случае это и не происходит. Но как только вы впустите в себя нежелательное, проникнетесь неприязнью и начнете лелеять это чувство, нежелательное обязательно материализуется в вашей жизни. Единственный способ устранить из своей жизнью нежелательное состоит в том, чтобы освободиться от влияния маятника, захватившего вашу мысленную энергию. А впредь не поддаваться на его провокации и не включаться в эту игру. Выйти из-под влияния деструктивного маятника можно двумя способами. Провалить его или погасить. Рассмотрим подробнее, как это делается. Бороться с маятником бесполезно. Как уже было сказано выше, бороться с ним значит отдавать ему свою энергию. Первым и главнейшим условием успеха является отказ от борьбы с ним. Во-первых, чем активнее вы отбиваетесь от досаждающих вам маятников, тем активнее они будут наседать. Вы можете бесконечно повторять, да оставьте меня в покое, отстаньте от меня все. Вам кажется, что вы отбиваетесь от них, а на самом деле кормите маятники своей энергией и они липнут еще больше. Во-вторых, вы не имеете права ничего осуждать и изменять в этом мире. Нужно все принимать как картины на выставке. Нравятся они вам или нет. На выставке может быть представлено много картин, которые покажутся непривлекательными. Однако вам не приходит в голову требовать, чтобы их оттуда убрали. После того, как вы признали право маятника на существование, у вас есть право уйти от него, не поддаваться влиянию. Но главное, это не бороться с ним, не осуждать, не злиться, не выходить из себя, потому что все это будет означать ваше участие в его игре. Наоборот, надо спокойно принять его как должное, как неизбежное зло, а потом уйти. Проявляя неприятие в любой форме, вы отдаете энергию маятнику. Прежде чем разобраться, что означает выбирать, следует научиться отказываться. Люди, как правило, смутно представляют себе, чего они хотят. Но все точно знают, чего не хотят. Стремясь избавиться от нежеланных вещей или событий, многие поступают так, что получается наоборот. Чтобы отказаться, необходимо принять. Слово «принять» здесь означает не впустить в себя, а признать право на существование и равнодушно пройти мимо. Принять и отпустить, значит пропустить через себя и помахать на прощание ручкой. Напротив, принять и оставить, значит впустить в себя, а потом привязаться, либо воспротивиться. Если вас донимают мысли о том, что вам не нравится, оно будет в вашей жизни. Представьте себе, что один человек не любит яблоки. Он их просто ненавидит. Его от них тошнит. Человек мог бы просто не обращать на них внимания. На его не устраивает тот факт, что в мире, в котором он живет, присутствует такая гадость, как яблоки. Они его раздражают всякий раз, лишь попавшись на глаза. И он активно высказывает свое отвращение. Это на материальном уровне. Однако на энергетическом уровне человек с жадностью набрасывается на яблоки, набивает рот, громко чавкает и верещит, что ненавидит их. Набивает себе карманы, давится и снова жалуется, как они ему не надоели. Человеку в голову не приходит, что можно просто выбросить яблоки из своей жизни, если он их не хочет. Любите вы что-то или ненавидите, это не имеет значения. Главное, если ваши мысли зациклены на предмете ваших чувств, энергия мысли фиксируется на определенной частоте. Поэтому вы оказываетесь захвачены маятником и переноситесь на соответствующие линии жизни, где предмет фиксации присутствует в изобилии. Если вы не хотите что-то иметь, просто не думайте об этом, равнодушно проходите мимо, и оно исчезнет из вашей жизни. Выбросить из жизни означает не избегать, а игнорировать. Избегать – это допускать в свою жизнь, но активно стараться избавиться. Игнорировать же – значит никак не реагировать и, следовательно, не иметь. Представьте себе, что вы радиоприемник. Каждый день вы просыпаетесь и слушаете ненавистную вам радиостанцию. Мир, который вас окружает. Так перестройтесь на другую частоту. Может показаться, что остановив железный занавес между собой и миром, вы убережете себя от нежелательных маятников. Это не более чем иллюзия. Находясь в железном панцире, вы говорите себе, я глухая стена, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ко мне нет доступа. Чтобы поддерживать такое защитное поле, необходимо затрачивать энергию, причем немалую. Человек, пытающийся намеренно отгородиться от мира, постоянно пребывает в напряжении. Ко всему прочему, энергия защитного поля настроена на частоту того маятника, против которого направлена защита. А маятнику именно это и нужно. Ему безразлично, как вы отдаете энергию, с желанием или без. Что же тогда является защитой от маятника? Пустота Если я пустой, меня не за что зацепить. Я не вступаю в игру маятника, но и не пытаюсь от него защититься. Я просто его игнорирую. Энергия маятника пролетает, не задевая меня, и рассеивается в пространстве. Игра маятника меня не волнует, не трогает. По отношению к нему, я пустой. Главная задача маятника – привлечь как можно больше приверженцев и получить от них энергию. Если игнорировать маятник, он оставит вас в покое и переключится на других, потому что он действует только на тех, кто принимает его игру. То есть начинает излучать на его частоте. Самый грубый пример. За вами увязалась лающая собака. Если вы обернетесь, она залает еще громче. Если примете ее всерьез и начнете с ней перепираться, она будет еще долго бежать следом, ведь ее цель состоит в том, чтобы найти с кем поскандалить. Но если вы ее проигнорировали, она переключится на другой объект. И заметьте, ей даже в голову не придет обижаться на то, что вы не уделили ей внимания. Она слишком поглощена своей целью получить энергию, чтобы думать о чем-то другом. Вместо собаки может оказаться склочный человек. Данная модель будет работать точно так же. Если вам кто-то досаждает, примерьте на него модель деструктивного маятника. Она наверняка придется ему в пору. Если не можете погасить приставалу, тогда просто не отвечайте на провокации. Игнорируйте. Он не оставит вас до тех пор, пока не перестанете отдавать ему свою энергию. Энергию вы можете отдавать как прямо, вступая с ним в пререкание, так и косвенно, молча, ненавидя. Перестать отдавать энергию означает не думать о нем вообще, выбросить из головы. Просто скажите себе, да пес с ним, и он уйдет из вашей жизни. Однако часто бывает, что просто проигнорировать маятник не удается. Например, начальник вызывает вас на ковер. Просто отказ или защита будет означать потерю энергии, поскольку и то, и другое есть борьба с маятником. В таких случаях вы можете сделать вид, что вступаете в игру маятника. Главное, чтобы вы осознавали, что вступаете в игру понарошку. Представьте себе, как здоровенный детина замахивается на вас кувалдой и изо всей силы наносит удар. Вы ничего не имеете против, не защищаетесь и не нападаете. В этот момент вы просто спокойно отступаете в сторону. И детина вместе с кувалдой летит в пустоту. Это значит, маятник не может вас зацепить и проваливается. Такой принцип лежит в основе борьбы айкидо. Там буквально происходит следующее. Нападающего берут под ручку, идут вместе с ним, как бы провожая, а затем легко отпускают и отправляют лететь в ту сторону, куда была направлена его энергия. Весь секрет заключается в том, что обороняющийся не имеет ничего против нападения. Он соглашается с линией нападающего. Идет с ним вместе некоторое время, а затем отпускает. Энергия нападающего проваливается в пустоту. Потому что если обороняющийся пустой, тогда его не за что зацепить. Техника такого мягкого ухода заключается в том, что на первый выпад маятника вы отвечаете согласием, а затем дипломатично отступаете или ненавязчиво направляете движение в нужную вам сторону. Например, возбужденный начальник хочет взвалить на вас работу и энергично требует, чтобы она была выполнена именно так, как считает он. Вы знаете, что это надо делать по-другому или вообще не считаете это своими обязанностями. Если начнете возражать, спорить, защищаться, он в жесткой форме потребует повиновения. Ведь он принял решение, а вы идете ему наперекор. Сделайте наоборот. Выслушайте внимательно. Согласитесь со всем. Дайте иссякнуть первому импульсу. А затем спокойно начните с ним обсуждать детали работы. В данный момент вы приняли энергию начальника и излучаете на его частоте. Его импульс, не встречая сопротивления, на некоторое время вязнет. Не говорите ему, что лучше знаете, как делать эту работу. Не отказывайтесь и не спорьте. Просто посоветуйтесь начальникам о том, как бы вы могли выполнить ее быстрее и лучше. Или может другой исполнитель сделает это качественнее. Вы качаетесь вместе с маятником, но делаете это сознательно. Не участвуя в игре, а как бы наблюдая со стороны. Он качается, полностью погруженный в игру. Это его игра. Он принимает решение, а с ним соглашаются и советуются. Вы увидите, что энергия, прежде направленная на вас, уйдет в сторону. В сторону иного решения или другого исполнителя. Таким образом, маятник лично для вас будет провален. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok